всем привет я наталья и вы на моем канале о вязании это видео по просьбам моих подписчиков будем вязать вместе с вами вот такой вот стаканчик из джута и каната стаканчик небольшого размера диаметр донышка 11 сантиметров и высота этого стаканчика 14 сантиметров и для вязания такого стаканчика нам понадобится крючок номер шесть ножницы маркер обозначать начало ряда игла широким ушком сантиметровая лента канат джутовый у меня толщина 8 миллиметров и нам понадобится меня ушло на такой стаканчик 3 метра шестьдесят сантиметров джутовая нить толщиной 2 миллиметра одна ниточка вот такая толщина ее 2 миллиметра вяжу я такой стаканчик в две нитки и расход джутовые нити на такой стаканчик 48 метров то есть каждая ниточка по 48 метров 48 1 48 другая начнем вязать прежде чем начать вязать наш стаканчик нам нужно немножко подготовить канат берем канат ножницы и нам сейчас необходимо немножко уменьшить ширину каната в начале то есть мы срежем его наискосок чтобы вначале он был чуть тоньше а потом уже шел на ширину берем ножнички и срезаем канат наискосок вот таким вот образом уменьшаем ширину каната вначале и начинаем вязать подготовили канат и начинаем вязать начнем вязать со скользящей петли кладем короткий хвостик нити на ладонь оборачиваем вокруг пальцев делаем вот такую вот петлю заводим крючок под нижнюю нить подхватываем верхнюю нить и вытягиваем снимаем с пальцев подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю сделали кольцо амигуруми и сейчас нам необходимо провязать 6 столбиков без накида вяжем первый столбик второй столбик третий четвертый пятый и шестой столбик провязали берем за короткий хвостик и подтягиваем колечко подтянули кольцо и переходим на другой ряд самый первый столбик предыдущего ряда под косичку столбика заводим крючок подхватываем рабочую нить и вытягиваем ее провязали вот таким образом не до конца столбик берем канат и укладываем его между рабочей нитью и между крючком снова берем рабочую нить подхватываем ее и провязываем две петли на крючке провязали самый первый столбик в этом ряду и захватили канат берем маркер начала ряда вешаем на провязанную петельку и продолжаем вязать этот ряд в этом ряду мы делаем прибавки в каждый столбик без накида предыдущего ряда провязываем два столбика без накида первый мы уже с вами провязали вяжем сюда же второй в то же основание в которой провязали первый столбик вяжем второй столбик завели крючок в петлю вытянули нить нить вытягиваем на высоту каната подхватываем рабочую нить и провязываем столбик под косичку следующего столбика заводим крючок подхватываем рабочую нить вытягиваем петлю на высоту каната подхватываем рабочую нить и провязываем две петли провязали первый столбик из этой прибавки и сюда же вяжем второй столбик вытягиваем нить на высоту каната под следующую косичку заводим крючок и так же вяжем два столбика без накида вытягиваем петлю на высоту каната первый столбик в то же основание заводим крючок и провязываем второй столбик в следующую косичку также два столбика без накида нить вытягиваем на высоту каната и провязываем столбик без накида в это же основание провязываем второй столбик без накида следующую косичку заводим крючок и так же два столбика без накида провязали и у нас с вами остается в этом ряду последняя петля в нее также провязываем два столбика без накида провязали этот ряд и переходим на следующий в следующем ряду прибавки мы делаем точно так же как делали в предыдущем ряду по два столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда снимаем маркер начала ряда заводим крючок под самую первую косичку вытягиваем петлю на высоту каната и провязываем первый столбик вешаем на него маркер в то же основание заводим крючок и провязываем второй столбик под следующую косичку также провязываем два столбика без накида 1 и сюда же второй провязали под следующую косичку тоже два столбика без накида 1 и сюда же второй провязали под следующую косичку два столбика без накида провязали под следующую тоже два столбика без накида и дальше до конца ряда во все столбики предыдущего ряда мы провязываем по два столбика без накида довязываем до маркера начала ряда по два столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда довязываем этот ряд с прибавками по два столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда провязали и переходим на следующий ряд в следующем ряду прибавки будем делать через один столбик то есть сначала свяжем прибавку два столбика без накида в одно основание дальше провяжем одиночный столбик следующую петлю два столбика без накида и в следующую одиночный столбик снимаем маркер начала ряда и провязываем первую прибавку в этом ряду первый столбик без накида вешаем маркер на него сюда же провязываем второй столбик без накида и и дальше вяжем одиночный столбик следующую снова делаем прибавку два столбика без накида первый столбик сюда же второй столбик и в следующую петлю вяжем одиночный столбик провязали и дальше просто повторяем до маркера начала ряда делаем прибавку из двух столбиков без накида в одно основание и в следующую петлю вяжем одиночный столбик не забываем вытягивать петельку на высоту каната и довязываем этот ряд до конца и в следующую петлю вяжем тряда Довязываем до конца этот ряд с прибавками. Здесь мы с вами провязали прибавки через один столбик. Это у нас последний ряд донышка стаканчика. Мы провязали три ряда с прибавками и получили желаемый диаметр донышка 11 см. В первом ряду с прибавками мы провязали по два столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Во втором ряду с прибавками повторили также по два столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И в последнем, в третьем ряду с прибавками мы сделали прибавки через один столбик. То есть провязали прибавка, одиночный столбик, прибавка и одиночный столбик. Сейчас у нас диаметр донышка 11 сантиметров, и мы переходим к вывязыванию стенок стаканчика. И прежде чем начать вязать стенки, хочу вам показать несколько вариантов оформления донышка стаканчика. Снимаем маркер начала ряда. И показываю первый вариант. В этом варианте у нас по донышку стаканчика будет проходить полупетелька. Для того, чтобы ее получить, заводим крючок за заднюю дольку косички. Вот косичка столбика. Это передняя долька. Это задняя долька. Заводим крючок за заднюю дольку косички столбика. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту каната и провязываем столбик без накида. В следующую дольку косички заводим крючок, вытягиваем рабочую нить на высоту каната и провязываем столбик без накида. При вязании таким способом у вас по донышку вашего стаканчика будет идти вот такая полупетля. Еще один провяжу, чтобы лучше было видно. Заводим крючок за заднюю дольку косички и провязываем столбик без накида. Вот таким образом будет выглядеть донышко вашего стаканчика. Еще один способ, чтобы получить по донышку косичку. Для того, чтобы по донышку стаканчика шла красивая косичка, вот такая вот так она и оставалась лежать по донышку, крючок нам нужно заводить не за косичку столбика, а в перемычку, которая находится за столбиком. Вот у нас косичка столбика, а с изнаночной стороны у нас идут перемычки. Вот они. И крючок нам нужно заводить именно сюда. При вязании таким способом я всегда использую крючок на размер меньше, потому что достаточно туго провязаны перемычки за столбиком. И чтобы легко заходил крючок, я меняю основной крючок на крючок на размер поменьше. Берем крючок на размер меньше. В моем случае, если я вяжу шестый, я беру крючок номер пять. Заводим его под перемычку, находящуюся за столбиком. Вот сюда будем заводить крючок. И вот таким образом мы делаем. Завели крючок под перемычку за столбиком, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Провязали. Под следующую перемычку завожу крючок. Подхватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Провязала. Под следующую завожу крючок. И провязываю столбик без накида. И ваше донышко будет выглядеть тогда вот таким образом. По дну стаканчика будет проходить вот такая вот красивая косичка. Еще один способ. Если вы никаким образом не хотите обозначать донышко, ни косичкой, ни полупетлями, никак, вы просто продолжаете вязать точно так же, как вязали донышко самого стаканчика, заводя крючок за обе дольки косички столбика. Так же, как и вязали. Просто продолжаем вязать. Первый столбик, второй и третий столбик. И вот так будет выглядеть донышко. Никаким образом оно не будет обозначаться. Плавный переход с донышка на стенки. И еще один способ. Если вам нужно укрепить донышко корзинки. Бывает такая необходимость, когда ниточка тоненькая, чтобы донышко было крепче, используем вот такой вот способ. Заводим крючок за заднюю дольку косички и сразу в перемычку за столбиком. Уберу пока канат и покажу. За заднюю дольку косички и сразу в перемычку за столбиком. Вот таким образом заводим крючок. Тогда донышко вашего стаканчика будет более крепким. Провяжем несколько петель. Заводим крючок за заднюю дольку косички и сразу в перемычку за столбиком. Подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Под следующую. За заднюю дольку косички заводим крючок и сразу в перемычку за столбиком. и провязываем столбик без накида. И продолжаем дальше по всему первому ряду стенок. Выбирайте любой из способов, которые я показала, который вам больше нравится, а мы будем провязывать донышко, обозначать его полупетлями. Продолжаем вязать наш стаканчик. Переходим на первый ряд стенок. В этом ряду мы уже прибавок никаких не делаем, просто продолжаем вязать по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Вяжем, как я уже сказала, за задние дольки косички столбика, чтобы у нас получились по донышку полупетельки. Заводим крючок за заднюю дольку косички столбика, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту каната. Подхватываем рабочую нить и провязываем первый столбик без накида в этом ряду. По желанию, на первый столбик можно повесить маркер. Я маркер вешать не буду, ориентируясь вот на эти полупетли. Вот отсюда у меня будет начинаться ряд. Если сомневаетесь, повесьте и вяжите с маркером начало ряда. Первый ряд стенок для нас очень важен. Именно в нем мы формируем диаметр будущего стаканчика или будущей корзинки, смотря что вы вяжете. В первом ряду нам важно, каким образом у нас будет укладываться канат и каким образом мы будем провязывать стенки этого стаканчика. Для того, чтобы стенки вашего стаканчика были ровные, канат укладываем ровно по косичке. То есть мы его приподнимаем, вот таким образом он у нас идет, и мы формируем стенку первого ряда стаканчика. Заводим крючок под следующую заднюю дольку косички столбика, выводим на лицевую сторону, вытягиваем петлю до высоты каната, укладываем канат, выравниваем его, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Под следующую полукосичку заводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Укладываем канат, заводим крючок за заднюю дольку косички столбика, вытягиваем нить на высоту каната и провязываем столбик без накида. Укладываем снова канат, под следующую заднюю дольку косички столбика заводим крючок, вытягиваем нить на высоту каната и провязываем столбик без накида. В первом ряду, чтобы сформировать стенки ровные стенки своего стаканчика. Из-за того количества прибавок, которые я делала, их достаточно много. И если я не буду подтягивать канат, у меня стаканчик, первый ряд стаканчика будет слишком широким. Поэтому, после того, как я провязываю 5 или 6 столбиков в ряду, в данный момент я провязала 5, я немножко подтягиваю канат, чтобы как раз таки сформировать стенку. Прямо чуть-чуть подтянула канат. Видите, у нас уже плавно формируется стеночка и продолжаю дальше вязать. Также провяжу 5 столбиков и снова чуть-чуть подтяну канат. Провязываем следующие 5 столбиков, укладываем канат, петлю вытягиваем до высоты каната, провязываем столбик без накида. Следующий столбик без накида, следующий столбик без накида, еще 2 и снова подтяну канат. Провязала и снова придерживая петли чуть-чуть подтягиваю канат. Таким образом формирую нужный мне диаметр стенок. Пользуйтесь сантиметровой лентой и после того, как мы провяжем достаточно большое количество петель, можно будет измерять диаметр от косички и до косички с другой стороны. Вяжем по 5 столбиков без накида, немножко подтягиваем канат и продолжаем дальше так. Снова 5 столбиков без накида. 1 2 3 4 и 5 столбик провязали и снова немножко подтягиваем канат. Придерживаем петли и чуть-чуть подтягиваем его. Формируем таким образом стенки. Видите, у нас уже стенка отличается от донышка по уровню и она встает на нужный нам диаметр. Вот таким образом все это выглядит. Дальше продолжаем. Снова вяжем 5 столбиков. вяжем петли и снова чуть-чуть подтягиваем канат. Придерживаем петли и чуть-чуть его подтягиваем. Укладываем стенки и продолжаем дальше. Снова вяжем 5 столбиков. Первый второй третий четвертый и пятый придерживаем петли и снова чуть-чуть подтягиваем канат. И таким образом дальше продолжаем формировать стенки нашего стаканчика. Еще раз провязываем 5 столбиков. Первый второй третий четвертый и пятый столбик провязываем снова. и немножко подтягиваем канат. Подтянули и смотрите у нас с вами уже формируется стенка нашего стаканчика. Вот таким образом от донышка стенка начинает приподниматься. На этом этапе уже можно измерить диаметр, который у нас получается. Берем сантиметровую ленту. Впоследствии мы будем постоянно проверять. В каждом ряду мы проверяем диаметр, который нам необходим. Сверяем с нужным. Нам нужно получить 11 сантиметров от стенки до противоположной стенки у нас 11 сантиметров. Проверили себя и продолжаем дальше так вязать. Снова провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик. Провязали и опять подтягиваем стенки, канат точнее. Подтянули немножко канат. Снова измерили, убедились, что диаметр соответствует нужному и продолжаем дальше. Довязываем до самого первого столбика, который провязали в первом ряду стенок. Провязываем 5 петелек, подтягиваем канат. Снова 5 петелек и подтягиваем канат. довязали ряд до конца и снова себя проверяем. измеряем диаметр первого ряда стенок. Прикладываем сантиметр и смотрим 11 сантиметров. Убедились, что все сделали правильно, подтянули канат так, чтобы получить нужный диаметр и переходим к вязанию второго ряда стенок. Второй ряд стенок мы уже не будем обозначать, так как обозначали донышко полупетлями. Мы провязываем следующий ряд. Начинаем провязывать, заводя крючок за обе дольки косички столбика. Заводим крючок за обе дольки косички столбика и провязываем столбик без накида. канат укладываем таким образом, чтобы он лежал ровно по косичке. В таком случае диаметр ваших стенок будет таким, как вам нужно. Мы уже сформировали нужный нам диаметр 11 см и сейчас канат мы будем вести ровно по косичке, которые уже сделали и сформировали, чтобы стенки корзинки или стаканчика были ровными. Заводим крючок подобие дольки косички следующего столбика. Вытягиваем петлю на уровень каната, поправляем канат, укладываем его ровно по косичке и после этого провязываем столбик. Следующую петлю заводим крючок, вытягиваем петлю на уровень каната, поправляем его, чтобы он лежал ровно и провязываем столбик. И дальше делаем то же самое. вытягиваем петлю на уровень каната, поправляем канат, чтобы он лежал ровно по косичке и провязываем столбик. В таком случае стенки вашего стаканчика будут ровными и красивыми. Укладываем канат ровно по косичке, петля на уровень каната на высоту каната и провязываем после этого столбик. Во втором ряду мы уже не подтягиваем канат. Мы вяжем строго по тому диаметру, который сформировали с вами в первом ряду стенок. Поправляем канат, петлю на высоту каната и провязываем столбик. В следующую заводим крючок, вытягиваем петлю на высоту каната, все поправили, положили канат ровно по косичке и провязываем столбик. В следующую петлю укладываем канат, петля на высоту каната и провязываем столбик. вытягиваем петлю, укладываем ровно канат по косичке, петля на высоту каната и провязываем столбик. И продолжаем дальше так вязать, формируя ровные стенки своего стаканчика до начала ряда. Вот у нас начало ряда, ориентируемся на него, либо, если вы повесили маркер начала ряда, вяжете до маркера начала ряда. Довязываем до конца второй ряд стаканчика. Еще раз покажу, чтобы стенки вашего стаканчика или корзины, смотря что вы вяжете, были ровными. Кладем канат строго по косичке. Заводим крючок в петлю, вытягиваем петлю на высоту каната и провязываем столбик. Следующую заводим, вытягиваем петлю, укладываем канат строго по косичке и провязываем петлю. Довязываем так дальше до маркера начала ряда, если вы им пользуетесь. петлю. Продолжение следует... Довязали ряд до конца. В процессе вязания постоянно проверяем себя с помощью сантиметровой ленты. Проверяем диаметр своих стенок. 11 сантиметров. В данном случае мы с вами вяжем. Довязали ряд до конца. И следующий ряд мы вяжем точно так же, как только что провязали второй ряд. Крючок заводим за обе дольки косички столбика. Начинаем вязать следующий ряд и вяжем его точно так же. За обе дольки косички столбика заводим крючок. Вытягиваем петлю на высоту каната. Поправляем канат, чтобы он лежал строго по косичке предыдущего ряда. И после этого провязываем столбик без накида. Все то же самое. Чтобы получить стаканчик нужной нам высоты, мы вяжем с вами всего 8 рядов. Два ряда мы с вами уже провязали. Первый, который у нас основной, мы формируем здесь диаметр нужный нам. Второй провязали. Сейчас начали вязать третий. И всего стаканчик вяжется на высоту 8 рядов. Вяжем точно так же, как вязали предыдущий ряд. В процессе вязания постоянно проверяем себя. Все ли мы правильно делаем с помощью сантиметровой ленты. Прикладываем ленту, измеряем диаметр, вяжем дальше. Провязали несколько сантиметров. Прикладываем ленту, проверили, соответствует ли диаметр нужному. И вяжем дальше. Если все хорошо, продолжаем вязать. Если вдруг стенки вашего стаканчика или корзинки начали расти в ширину, так же, как в первом ряду, просто подтяните немножко канат. Если наоборот вы заузили стенки своего стаканчика, лучше немножко распустить до того места, где диаметр соответствует, и заново перевязать. Продолжаем вязать стенки стаканчика на высоту 8 рядов. Еще раз показываю. Крючок заводим за обе дольки косички столбика, подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю на высоту каната, поправляем канат, кладем его ровно по косичке и провязываем после этого столбик без накида. Продолжаем. Продолжаем. Итак, мы с вами вяжем 8 ряд. Он последний в нашем стаканчике. И смотрите, вот я пометила маркером, он у меня просто как ориентир, начало нового ряда, если бы мы вязали дальше. Что мы с вами делаем в последнем восьмом ряду стенок стаканчика? Прикладываем канат строго по косичке и не доходя трех петель до маркера, нам его нужно обрезать. Вот один, два, три. Вот мы приложили канат. Вот на этом уровне мы обрезаем с вами канат. Берем ножницы и наискосок обрезаем канат. Обрезали. И сейчас канат нужно распустить. Он состоит из трех вот таких вот канатиков. Распускаем его до начала вязания. Самый длинный получается. Дальше чуть длиннее, самый короткий. Вот тот, который покороче, берем и тоже обрезаем. наискосок. Обрезали. И следующий обрезаем наискосок чуть дальше. Немножко сворачиваем его, так же, как он у нас был. И продолжаем вязать. Обвязываю уже не полностью весь канат, а так, как он у нас с вами обрезан. И у нас толщина каната пойдет на уменьшение. Заводим крючок под косичку, вытягиваем петлю до высоты каната и провязываем столбик без накида. В следующую косичку заводим крючок, вытягиваем петлю до высоты каната и провязываем столбик без накида. Дальше вяжем следующий столбик, заводим крючок под следующую косичку, подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю до высоты. У нас здесь уже из двух частей канат состоит и провязываем столбик без накида. Провязали, в следующую косичку заводим крючок, вытягиваем петлю до высоты каната, также провязываем столбик без накида. В следующую косичку крючок, вытягиваем петлю на высоту каната, у нас высота все меньше становится, провязываем столбик. В следующую. Провязываем столбик без накида. Видите, у нас постепенно заужается толщина каната. Следующий также провязываем столбик без накида. И у нас с вами остается, в моем случае, две петельки осталось до начала ряда. И мы довязываем их просто столбиками без накида, уже без каната. Заводим крючок, провязываем столбик без накида. И в следующую петлю еще один столбик без накида. Провязали. И завершили вязание последнего ряда стаканчика. Нам осталось только сделать обвязочный ряд. Обвяжем стаканчик полустолбиками. Самую первую петлю в ряду заводим крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. В следующую косичку заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. В следующую косичку крючок вытягиваем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Дальше по всему ряду, в каждую петлю предыдущего ряда, продолжаем вязать полустолбики. Довязываем так до конца ряда. Довязываем полустолбики в обвязочном ряду. Провязываем последний. И сейчас ниточку можно обрезать. Обрезаем нить. Вытягиваем ее. Нам понадобится игла с широким ушком, чтобы завершить этот ряд. Вдеваем нить в иголку. Заводим иголочку в самую первую провязанную петлю под косичку самого первого провязанного полустолбика. Вот таким образом вытягиваем. И возвращаем нить в центр косички последнего провязанного полустолбика. И сразу на изнаночную сторону. Завершили вязание. Нам осталось только спрятать хвостики, которые получились у нас с вами в начале и в конце вязания стаканчика. С помощью иглы просто прячем хвостики. Так мы с вами связали сегодня стаканчик из джута и каната. Спасибо, что вязали вместе со мной. Вяжите с удовольствием. Наполняйте свой дом милыми и уютными деталями. И до встречи в следующих видео. Продолжение следует...